Ребята, всем привет! С вами Романш Кудер, компания Force Life, специально для компании Amartis, наших партнеров. Сегодня выпускаем новое видео по техническому обзору рынка криптовалют. Значит, что у нас по крипте? Сразу к делу будем переходить, не будем тянуть резину, как говорится. Значит, смотрите, что по витку. Дошли мы до уровня 25 тысяч, я о нем говорил ранее. Пока цена не может пробить, но нет отката после теста и начинается консолидация, начинает собирать энергию для пробоя. Скорее всего, ребят, если там Америка, конечно, не упадет, S&P сильно еще. Хотя вчера у нас было падение Америки на 2%, биток почти не реагировал, хотя обычно у нас сильнее падает. Значит, и цена не упала. То есть это сильный сигнал. Думаю, что все-таки сценарий отработает пробоя 25 и пойдем там 28-30 тысяч. Это вот такая будет цель пока что по битку. Возможно, он сходит, ребята, и на 40, никто не знает. Думаю, что 30-32 это такие вот пока реальные цели после такого затяжного падения. А возможно, даже на 35 пойдет. Будем смотреть по факту. Значит, биток пока что ниже уровня стоит. Я бы тут, конечно, ребят, если брать, то внимательно где-то, ну, со стопами надо обязательно тут ставить. Ну, или подождать больше откат, или брать уже выше 25. Тут уже на свое усмотрение. Я пока сюда не лезу, чтобы вы понимали. Ада, ребят, ада у нас дошла до почти до уровня 42 цента. Немножко не дошли. Тоже начинает собирать позицию. Каждое падение выкупается очень сильно. То есть падение выкуп, падение выкуп и так далее. Сейчас вот было такое мини-падение и, скорее всего, будем выкупать. То есть неплохо сейчас она стоит. Возможно, будет продолжение движения наверх. То есть тоже смотрите внимательно. С откатов можно брать. Вот, допустим, вот сюда дошли. Если тут будет еще консолидация, можно заходить. Дальше. По витку мы посмотрели. Dash у нас тут что-то неадекватная цена. Значит, по доту. По доту, ребята, дошли до уровня 7.2. Была цель хорошая. Пробили, пытались закрепиться. Но видите, такой пробой был не очень уверенный. Сейчас откатились и начинает тут что-то стоять. Ну, может быть, он здесь что-то удержит. Но я пока бы не лез сильно. Потому что нужно какое-то более... Хотя уровень, в принципе, тут тоже есть. Но я бы подождал еще несколько дней, если честно. Потому что может еще сходить пониже. Где-то там на 6 долларов или там на 6 с половиной. То есть пока дот я бы не лез в лонг в данной формации. Вот EOS, ребята, не очень неплохо стоит на зоне там 1.18, 1.19. Уровень, с которого был сделан так называемый последний перелом. То есть сильная экстремальная точка. Такой, с такой точки биток туда вверх сходил. Очень красиво, ребята. Вот это можно рассмотреть даже там с 1.18, со стопом там 1.15 с половиной. Можно что-то забрать. То есть реальный потенциал там 1.50. Очень красиво все. По эфиру, ребята. Эфир у нас пробил уровень 1650. Вот было снижение 1650. И вот здесь была попытка закрепиться. Откат, обратный выкуп, пробой. Попытка как раз закрепиться с консолидацией. И может, ребята, он пойти. Может пойти, хотя долго тут, долго стояли 1720. Возможно, еще какой-то откат будет. То есть я бы тут тоже сильно не спешил. Но могут в любой момент вынести. Потому что смотрится он неплохо с такой консолидацией на продолжение роста. По лайткоину у нас халвинг еще скоро будет. Также каждый откат неплохо откупается. Поэтому можно рассмотреть зону 92. Если будет еще раз вот отсюда где-то. И со стопом там, ну, хорошо поставить было бы 88 плюс-минус. Вот сюда стоп поставить. 88.1. Если получится. Ну, 4 доллара, конечно, немало. Но он дать может, ребята, тут. И 120 может вырасти. Может даже и 200. То есть неплохо. По S&P давайте рассмотрим. S&P у нас нисходящая линия тренда была пробили наверх. И сейчас, как бы, ну, она тут еще проходит чуть-чуть ниже. Можно попробовать ее, кстати, провести еще. Вот типа так продлить. Потому что тут что-то у нас зафиксировалось линия. Значит, вот эта линия у нас тренда будет. И смотрите, она в целом, как бы, пока что нормально. Даже могут тестировать ее сверху. Это линия нисходящего тренда. Плюс у нас есть линия такого восходящего. Ой, не то, не то, не то, не то. Сейчас это удалим. Так, сейчас. Что-то не убирается палка. Это удалить. Значит, нам надо. И нам нужно взять вот эту вот линию. Значит, смотрите, вот у нас такая локальная восходящая линия тренда. Началась локально пока, да. И откат произошел. Это хорошо, что был откат, ребят. Потому что ему надо было немножко, ну, после роста охладиться, скажем так. Видите? То есть, рост прошел. Охлаждение такое. Откатик. Все хорошо. Нормально двигаемся. И дальше можно пробовать расти дальше. То есть, энергию набрали и пошли. Тут думаю, что пойдет дальше. По Солане, по Солане, любимой нашей 26.3. Посмотрите, ребята. Кто бы что ни говорил, уровни работают, не работают. Вот смотрите. Четко раз, четко два. Если пробивается 26.3, идем дальше на 38 долларов. Поэтому все понятно здесь. Пока что под уровнем стоим. Поэтому я бы брал уже выше, если честно. Но это мое личное мнение. Можете поступать как хотите. Это как бы ваше решение. Можете сразу улететь. TRX дошел до уровня 0.07. Смотрите. У нас была эта цель. Дошел до 0.07. Откатился. Сейчас опять встал. То есть, возможно, отсюда что-то нарисуют. А возможно, обратно выше. Видите, точка была. Кстати, красивая точка. Но энергии не было. И пошли вниз. Ну и биток задавили уже. Понятно, все потянули на низ. Значит, тут неплохо. Я бы брал выше 0.07. Ну, возможно, или с откатом 0.65. Если будет здесь вот заходить. Ну, как бы можно. Может, он если биток потянут, то пойдет. Но для меня, как бы я торгую по своей системе. Я тут лезть не буду. Lumen XLM. Ну, вот XLM, кстати, вот стоял. Держал 0.93. 0.093. Откатился. Вот тут точка была хорошая, кстати. Да, потом откатился. И сейчас у нас 0.1. Цель и сопротивление. Возможно, отсюда что-то найти надо. Смотреть 4-х часовик. Ну, возможно, тут если постоит 0.09, можно попробовать взять со стопом как раз ниже 0.09. Вот сюда вот стопец поставить. Там 0.089.5. Если туда откатиться еще раз. Ну, пока маловато постоял. Хриплый. Риплый. Хриплый. Хриплый. Риплый. Ребята ждет еще там тоже посуду и так далее. Но очень сильно тут собирает. Просто треугольник сумасшедший. Начиная с мая месяца собирает. Прострел будет серьезный по этой монете. Если он будет. И тоже, смотрите, уровень 0.00. То есть 0.38. Вот с него также можно брать стоп 0.37.1. Вот сюда. Это очень неплохо, ребят. Даже если будет стоп, ну и что. Вот сюда можно поставить. И думаю, может он спокойно дать там до 0.55 движение. Очень красиво. Рипл. Очень классно стоит, ребят. Ну, кто хочет, можете рассмотреть его. То есть, да, он тяжело, долго ходит. Но если идет, то идет красиво. Тезус, ребята. А Тезус, кстати, вообще по барабану. Смотрите. Стоялся здесь. Помните, я говорил, точка классная. С 1.03. Вообще идеально постояли. Импульс. Дальше пробили 1.20. Теперь цель 1.47. Ну, уже пошел, уже все. Тут уже ловить, ребята, нечего. То есть, ну, надо с откатом брать. Уже он сходил. Поэтому сейчас, ребята, смотрим за битком и за S&P. Все будет зависеть от этого. S&P вроде бы неплохо смотрится. Биток тоже, ребята, не проваливает. Хотя, может он еще сходить на коррекцию. Типа там на 23 тысячи. Может даже 22 500. Такое возможно. А может и не пойти. Потому что вот здесь набирали, он сходил еще раз. Сейчас опять сходили. Опять набирается позиция. И, возможно, он полетит дальше. Скорее всего, так и будет. Потому что после сильного движения нет отката. Протестировали уровень. Нету на него никакой реакции. Посмотрите. То есть, начинается опять сбор позиций снизу уровня. То есть, набирается энергия. И, скорее всего, энергия это набирается на пробой наверх. Это будет более реальный сценарий. Хотя, ребята, тут, конечно, все может быть на рынке. Нельзя сказать, ребята, точно сейчас берем лонгин с сотым плечом. Не парьтесь, пойдет наверх. Нет, ребята. Такого нет. И я вам советую брать нормальные риски. То есть, адекватные риски. Не рисковать там всем депозитом. Не брать сотые плечи. То есть, риск от депозита. И плечом может быть там 10-20. Главное, чтобы у вас был фиксированный риск от депозита. Это вот важно. Поэтому, ребята, на этой такой хорошей позитивной ноте я с вами прощаюсь. Кто хочет сказать, открывайте счета, смотрите под видео. У вас будут скидочки, да, на комиссы. Открывайте счета в компании Амаркетс. Хороший наш партнер. Никаких пока нареканий за все время нашей работы от клиентов и от компаний не было. То есть, каким-то нюансом. Все хорошо работает. Нормальный терминал, кстати. Надежный. Надежный терминал. Мета-трейдер старенький. Кстати, такой простенький. Но надежный, не глючный. И хорошо работает. Связанные заявки, все есть. Плюс объем можете торговать спокойно крипту. Да, не все монеты есть, но ликвидные есть. И, кстати, тут есть преимущество, можно торговать и фьючерсы и так далее. Ну, то есть, американские. Тут много инструментов, много рынков разных. Ну, я считаю, это с одного счета, это прикольно. Поэтому, ребят, кто хочет, welcome, конечно же. И ставим ваши лайки, комменты, подписываемся на канал. И у нас следующий обзорчик в следующей неделе в среду, как обычно. Поэтому, ребята, терпением запасаемся. И будем, значит, зарабатывать. Думаю, рынок сейчас идет, нормально дает заработать. Надо эту фазу словить максимально, потому что непонятно, сколько еще будет расти. Да, и потом может быть какая-то фаза, там, какой-то коррекции, снижения еще, там, на пару месяцев. Потому что сейчас легко заработать, потом, главное, эти деньги сохранить. Поэтому вам еще рекомендация, деньги выводить, те, что вы заработали, и хотя бы их сохранять, потратить на что-то, чтобы вы понимали, за что вы работаете. Это важно. Поэтому всем отличного дня, хорошего настроения и на связи. Всем пока. Увидимся.